Глава пятая Книги пророка Исайи Воспою возлюбленному моему Песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима, и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он терными и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Горе вам, прибавляющее дом к дому, присоединяющее поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. — В уши мои, — сказал Господь Саваоф, — многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. Десять участков виноградники дадут один бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры, крепкого спиртного напитка, и до позднего вечера разгорячают себя вином, и цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их. А на дела Господа они невзирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждаю. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. А Господь Савуов превознесется в суде, и бог святой явит святость свою в правде. И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззакония вервями суетности и грех, как бы ремнями колесничными. Горе тем, которые говорят пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Зато как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израиля. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта, и поднимет знамя народам дальним, и даст знак живущему на краю земли, и вот он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с чресл его, и не разорвется ремень у обуви его. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты, копыта коней его подобны к кремню, и колеса его, как вихрь. Рев его, как рев львицы, он рыкает, подобно скимном, и заревет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отнимет. И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря, и взглянет он на землю его тьма, горе, и свет померк в облаках.